Эй, дорогой друг! Ты что, смотришь ДВР? Да, ты смотришь ДВР. И сегодня у нас максимально необычный гость, особенно для меня. Это Христиана Никитина Шин. Здравствуйте. А, и с вами Никита Никитин Шин, кстати. Здравствуйте. Христина, привет! Расскажи о себе вот на ту камеру. Здравствуйте, меня зовут Христиана Игоревна Никитина Шин, я непосредственно... Ну, как бы у нас есть связь, мы родственники, да? Да, в каком-то смысле. Мы все братья и сестры во Христи. Да. Я обычная девчонка, мне 16 лет. А расскажи, ты в служении вообще служишь или нет? На данный момент нет, к сожалению, но буквально когда я жила в Израиле, у меня была замечательная церковь, она называется ICF, вот. И я действительно почувствовала себя там как дома. И ты не можешь не служить там, потому что ты просто настолько вливаешься в эту семью, что каждый находит себе место, какое-то применение. Поэтому, да, я раньше служила, но, к сожалению, сейчас... А что ты сейчас делаешь? Как проходит твой будний? Как проходит? Я в основном учусь. После школы обычно у меня каждый день есть дополнительные занятия, вот. Поэтому я не могу... Ну, у меня очень мало свободного времени, к сожалению, но все равно я в последнее время стараюсь как бы больше вникать и втягиваться в жизнь моей здесь локальной церкви, которая называется 21 век. Расскажи, каково тебе... Ты, наверное, знакома с христианской жизнью? Ну, так, немножко, да, есть такое. Это что, сарказм? Расскажи, каково тебе было расти в семье пасторов? Вот знаешь, сейчас, к сожалению, я не... Ну, я никогда не была, к сожалению, в христианской школе, поэтому, ну, получается, всю мою такую школьную жизнь меня окружали не христиане. Но чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что какое-то большое благословение быть в христианской семье, ребята, вы не представляете, серьезно. Я слушаю проблемы моих, ну, как бы, сверстников, моих окружающих, их какие-то конфликты с родителями. Я просто понимаю, что, ну, с Богом в отношениях с родителями такого нет. И у вас просто одна любовь, тепло, и, ну, как-то, знаете, когда ты все делаешь по Писанию, и когда родители воспитывают вас по Писанию, то вы просто избегаете всех этих проблем, которые имеют люди светские. Вот так вот. А какие светские проблемы ты имела, несмотря на то, что ты христианка? Еще и с именем таким христианом. Меня мой брат называет христианкой. Ну, конечно, я думаю, в какой-то степени каждый ребенок верующих людей сталкивается с этим рано или поздно. Я, на удивление, столкнулась с этим буквально недавно, вот. В первую очередь это, наверное, мне было довольно-таки сложно найти, как бы... Я думаю, что я все больше и больше начала видеть разницу между нехристианским воспитанием и светским воспитанием. Какая уже эта разница? Ну, в первую очередь это само восприятие мира у детей. То есть, допустим, у нас с тобой, да, родители нас всегда воспитывали, как бы, чтобы мы не ругались, чтобы мы не ругали даже друг друга, даже не обзывались, потому что это в какой-то степени все равно влияет на нас. Да, это проклятие. Да, это проклятие. И мы знаем об этом, нам всем об этом известно. Но обычные дети об этом не знают. И для них нормально просто взять там и сказать, ну, я не буду об этом, я не буду, вы сами себе додумайте в голове. Какой-нибудь, ну, просто обозвать друга вроде бы смешно, здорово, но все равно же это как-то влияет на него и действует в его жизни. Тебе известно твое призвание? Буквально несколько лет назад это для меня было очень, как сказать, щипетильной темой. Вот, я очень волновалась по этому поводу, но, знаете, с возрастом ты просто... С возрастом я такая лихая уже женщина, но ты просто понимаешь, что Господь для каждого из нас приготовила свое призвание. И я просто хочу обратиться к вам и сказать, что вы не должны волноваться по этому поводу. Серьезно. Потому что Господь для каждого из вас, еще когда вы не были даже в планах у родителей, Господь уже знал для вас всю вашу жизнь, ваш путь. И если вы просто будете придерживаться его, придерживаться его планов, то он приготовил для вас самое лучшее, и это будет самый лучший путь для вас. Поэтому вы не должны волноваться. Расскажи, вот ты, вот зная такие глубокие истины, ты сама себе строишь планы? И нужно ли человеку строить планы, зная, что у Бога все равно какие-то свои там планы? Я думаю, что нужно, во-первых, во-первых, ребятки, строить свои планы, учитывая, как бы, в них Бога это в первую очередь. Поэтому, и если оно, я думаю, это все, это все совместимо. То есть, я думаю, если ты действуешь по Божьему желанию, как бы, по Божьему усмотрению, то и, как бы, твои планы, они будут соответствовать с Богом. Да, глубокие мысли. Ну, а ты, брат, что скажешь? Я думаю, что если ты ставишь на первое место и на первое место Бога в своих планах, в своей жизни, тогда Он тебя будет вести, тогда Он будет тебя направлять и, соответственно, корректировать твои планы. Даже интересно, что в Библии, да, ну, как бы, многие считают, что Бог не советуется с человеком по поводу планов, но многие, многие, ну, как бы, ну, не многие, к сожалению, но вот Бог искренне хочет стать нам другом. И Авраам, он называет всего нескольких людей, он даже Давида не называл своим другом, он называл Давида человеком по сердцу Божьему, но не другом. Вот Авраам, например, был его другом, и он с ним советовался, когда, там, убивать людей, ну, например, или не убивать, ну, в смысле, в городе, в Содома Гамора. Вот я бы хотел быть другом Божьим, и для этого нужно ставить его прежде всего. Аминь, это правильно. Расскажи, было тебе стыдно, что ты верующая? Знаешь, вот как раз в недавнее время, как я сказала, я столкнулась со всем этим, мне было даже не столько стыдно, что я верующая, насколько мне просто, ну, меня ставили в какие-то неловкие ситуации, что я как-то, не то, что выделялась, но я не стыдила своей веры, и то, что Бог есть в моей жизни, Он есть во мне, но, и даже не то, что это отличие, но как будто бы это выставляли таким образом, как будто это что-то странное, как будто бы это как-то глупо, и меня это как бы стесняло, но, ну, как бы, я не, до конца я не могу контролировать свои чувства, к сожалению, я не робот, но все же, все же, потом ты по ним, как бы, потом ты такой ловишь себя на мысли, чего я стыжусь, это то, как бы, что наоборот меня отличает от всех, это то, что делает меня особенной, это то, что будет вести меня дальше, и, может быть, даже дальше, чем вот эти вот люди, которые смеются над этим на данный момент. Тебе был интересен мир, и интересен ли он сейчас? Ну, конечно, мир такой прекрасный, Бог создал наш, чтобы мы... Ага, нет, мир... Ах, поймал меня. В христианском сленге мир, это значит все, что вне Бога, как бы... Мирская. Да, мирская жизнь. Был ли тебе интересен мир в таком плане, в христианском сленге? Я думаю, во-первых, конечно, мы дети Божьи, и, безусловно, у нас есть Бог, но и также, к сожалению, у нас есть сын внутри нас, ну, это... Сын Божий. Сын, сын, грех с английского, который, ну, передается нам, передается нам. Ну, и, опять, христианская рубрика, у нас есть тело, плотское, да, которое, к сожалению, манит и тянет нас в мир. Поэтому, конечно, у меня было такое. Итак, пастера-актеры, как ты думаешь? Есть такое явление, как пастера-актеры. Как ты считаешь, это вообще здорово, нормально? Ты, ну, как бы, вдруг это актер, который заигрался в своей роли? Я поняла, о чем ты говоришь, но, к сожалению, я думаю, что такое явление бывает. Опять же, в некоторых моментах плоть, она может пересилить человека, не важно, ты пастер или просто обычный, как бы, христианин. Мы все люди. Но важно, я думаю, этому человеку, как-то, пастеру, понимать и понять свои ошибки, потому что иногда люди заигрываются, да. И, опять же, статус и все на небесах это не имеет никакого значения, не так ли? Но у нас, к сожалению, это имеет иногда очень большое значение. Поэтому я считаю, что иногда пастеры должны иметь такого человека, который бы, как бы, невзирая на статус пастера, был готов ему, как бы, пастер был готов ему открыться. Расскажи нам, ты вообще имеешь отношения с Богом какие-то личные? Да. А как это происходит? Расскажи о ваших личных отношениях. Ну, я могу рассказать время, когда, ну, мне кажется, я не знаю почему, но, мне кажется, это было одно из самых сильных таких времен. Мы были в Израиле, да, ты помнишь? И, ну, мы были всей семьей, был папа, мама, мои братья. И, я не знаю, мне кажется, я совершала очень, ну, как бы, много неправильных поступков. Вот, ну, несмотря, я удивлялась, как невзирая на это, все равно Бог говорит со мной. То есть, Бог все равно показывал мне очень многие вещи, которые, ну, как бы, когда при молитве я молилась, и Он мне показывал, как бы, откровение. Я просто, я как бы думаю, почему я же сделал вот это неправильно, я же сделал вот это неправильно, но ты все равно, как бы, почему у нас все равно с тобой такая сильная связь? И то, что я хотела бы вам сказать, что Бог никогда бы, никогда от вас не отвернется, если только вы не заходите, от Него отвернулся. Он вас любит всем сердцем и всей душой. Супер, Крис, ты это круто сказала. Можешь, спасибо. Ну, вообще, я хотел это подвести к тому, как знание, твое знание Библии. У нас с тобой рубрика «Знание Библии». Готова? М-м. Кто назвал свою жену Евой? Авель, Самсон, Кай или Адам? Давайте вместе подумаем на это. Я не уверена. Каин, сто процентов. А, да. Что ж вы так улыбите-то? Это я знаю. Какой импульсивный ученик отрезал ухо человеку? Я знаю, Бангог отрезал. Ладно, это был Петр. Ладно, это правильно. И последний. Какая из четырех типов любви, упомянутых в Библии, означает братская любовь? Филос. Правильно. Итак, дорогие друзья, с нами была невероятная, великая христиана Никитина Шин. Кристина, как ее называют. И Никит Никитин Шин. Никит Никитин Шин, да. Мы заканчиваем нашу программу. К сожалению, как бы не хотелось. Кристина, спасибо тебе. Давай. Ой, ой, ой. Пока, ребята. Всем пока, дорогие друзья. А если вы смотрели нашу программу, потому что вы ее наверняка смотрели, тогда смотрите следующую программу. Мы будем вас ждать. С вами был, как всегда, Никит Никитин. Пока. Пока.